Многие из вас сделали это слияние, в том числе и я. Всем привет, дорогие друзья, с вами Кэп и добро пожаловать на борт. Сегодня я покажу вам в этом видео Тора. Тора вот с этим самым огромным молотом, ну здесь он не такой огромный. Давайте его сначала прокачаем на максимум, повысим ему ранг, максимальная покрасочка. Ну и конечно же вольем в него книжечки, 10 книжек это не так уж и много. Давайте сразу прокачаем ему таланты, на видео я буду покупать свитки. Естественно, друзья, более экономичным вариантом будет именно прокачать их на минотавре. На минотавре он топчик. Ну ладно, давайте к талантам. Естественно, мы берем плюс 5 критического шанса, берем крит урон, берем удар по щитам. Этот герой очень хорош на арене, а на арене у нас всегда есть герои сетом щита, либо опять же со скиллами, которые дают щит. Наносим на 8% больше урона на добивание. Первый удар на 8% больше урона дает. Так как у героя мало хп, мы будем наносить еще больше урона по жирным персонажам. Вот здесь вы уже можете сделать выбор в пользу таланта, либо круговорот ярости, либо нос по ветру. Допустим, если в вашей команде есть герои с данным контролем, то, конечно же, берите нос по ветру. Для ПВЕ контента, чтобы он быстрее откатывал свои скиллы, можно взять и круговорот ярости. Обязательно берем роковой кураж, ну и, конечно же, ключевой талант крушитель шлемов. Мы также идем по ветке защиты, берем 75 защиты, берем урон от атак по площади. Важный талант упорства, сокращение и отплата плюс стращание. Вот такие бы таланты я взял на Тора. Сразу скажу, что герой обладает отличным уроном. Основной его скилл это быстрый рикошет, здесь он игнорирует защиту. Также игнорирует блок урона неуязвимости, это очень круто на арене. Герой самодостаточный по бонусам, даст себе бонус атаки и бонус крит урона. Плюс также даст штраф скорости, это очень круто на подземельях. И, в частности, на Гидре, да, на Гидре, конечно же, он хорош. И пассивочка, ребята, это дополнительный урон, который он сам себе накидывает. И плюс, опять же, дополнительная массуха. Оставьте любой комментарий под видео и в следующем ролике я разыграю боевой пропуск, либо любой набор за 20 долларов с помощью рандомайзера комментариев от нашего спонсора Raid Skidka. Это самый надежный сервис по донату. Кто донатит, друзья, пользуйтесь, ссылка в описании. Очень радует базовая скорость на этом герое 105. Здоровья, конечно, у него очень мало. И так как это герой атаки, который не имеет никаких пассивок для защиты, неуязвимости и так далее, то самым идеальным вариантом, конечно же, одевать его в сет жестокости, либо в сет летальности, комбинируя его с сетом каменной кожи. Также можно одевать его в сет с города. Если вы используете его на Гидру, то там очень хорош сет Роталоса, который как раз таки и сейчас продается в боевом пропуске. Как я и говорил, один из лучших вариантов, в частности на Арену, это одеть его в комбинацию сетов на Игнор, плюс сет каменной кожи. Именно так у меня получилось. Ботинки на скорость с допами на атаку, либо на скорость броня, атака с допами на атаку. Перчатки на крит урон с допами на атаку, либо же на крит урон. В верхнем обвесе, понятное дело, мы ищем такие показатели, как крит шанс, крит урон, скорости, атаки процента. Здесь колечко на атаку с допами на атаку проценты. Желательно покрасить ее, опять же, в атаку процент. Амулет однозначно крит урон с покраской на крит урон. и знамя на атаку с допами на скорость атаку процент ну и покраска понятно атак друзья это уже можно сказать late game сборка если же вы новичок и у вас нет вообще никаких сетов выжимайте из него максимум параметров именно по скорости кричан стопроцентный крит урон и атака и желательно конечно же для новичков и максимально задействовать этого героя задействовать его штрафы скорости задействовать его оглушение поэтому для новичков как варианта ставить знамя также на меткость на данный момент идет события на получение душ этого героя если мы будем говорить о дарах а то здесь есть несколько вариантов если вы одели его в сет каменной кожи кто рассматривается вариант клетка молний на тот случай если вдруг вы проиграли по скорости и сет каменной кожи будет засейвлен также варианта сделать оберег грешников для дополнительного урона либо же жатва душ здесь уже на ваше усмотрение вы можете выбирать один из этих даров герой обладает лидеркой на атаку 30 процентное также имеет 2 массу и 3 если мы будем брать в расчет его пассивку ну и конечно же он будет очень быстро разваливать мобов в любом подземелье в роковой башне и вот в частности может конечно вам прокачивать свитки на минотавре давайте посмотрим адскую кампанию максимальный этаж я уверен что он здесь также очень быстро будет справляться первая волна от нас ухи отлетела 2 и вот пожалуйста удар и третья массу ха уже с пассивки залетела 10 секунд вот я в прошлый раз делал почему-то получилось 8 секунд наверно не сработал крушитель шлемов давайте еще раз запустим но в любом случае ребята нет все-таки 10 секунд отличное время для кача корма на адской кампании если мы используем его как основного дд на арене мы должны понимать что у него есть некоторые нюансы по его скилу в частности по второму скилу это его основной скил именно им он будет наносить основной урон и что мы здесь видим после первого удара каждый последующий увеличивает наносимый урон на 25 процентов то есть нам в идеале чтобы там третий четвертый удар залетела в жирного саппорта воскрешателя в частности в лилиту и соответственно важной рекомендации по этому скилу будет то что надо выбирать первым именно противником кого мы бьем в таргет самую слабую цель то есть здесь у нас будет ронда давайте посмотрим как это выглядит мы бьем в ронду и вот пожалуйста вся команда влетает если же у вас на арене все в порядке у вас есть более крутые метовые dd то прямая дорога этому герою конечно же на гидру он будет здесь давать очень большой урон за счет своих массу х за счет своего игнора увеличения урона и опять же будет давать самый важный штраф на гидру ну один из самых важных дату блок бонусов тоже очень важный штраф это конечно же штраф скорости моей команде есть эстрит поэтому я ему метко здесь не давал но если у вас нет штрафа скорости опять же позаботьтесь о том чтобы на герое было достаточное количество меткости в зависимости от той гидры на которую вы его поставите итак друзья 100 миллионов урона за 11 минут это опять же невозможная гидра давайте просто зафиксируем результат у нас тор набил 41 миллион меченаки за счет своей опять же порчи набил 32 и хас который меня одет очень и очень хорошо со своим уроном от максимального здоровья набил больше чем точнее меньше чем в два раза от тора то есть увидите какая разница торм будет вам наносить колоссальный урон на гидре друзья пишите комментарии участвуйте в розыгрыше получайте battle пас себе на аккаунта ставьте лайки всем огромное спасибо за просмотр с вами был кэп всем удачи и пока пока